здравствуйте и как бы много все я начну свой рассказ как обычно я сидел никого не трогал листал новостные издания в гта вообще во всех этих ну ну в общем новостные гта самповские издания все что вам нужно наверное знать обо всем этом и наткнулся на новость которую почему-то вот мало обсуждают при том что это ну как бы топ-1 проект в гта крым п вообще на телефон и наверное скоро и там компьютеры догонит и вообще все остальное там будет потому что но вот потому что да но никто почему-то обо всем этом не разговаривает то есть я никаких видосов не видел я ничего от этого вообще ранее не замечал о том что вот нечто подобное было и наверное до сих пор есть на black rush хотя тут уже пишут что сделали все возможные действия которые только могли сделать и поэтому я прям не знаю однако давайте в общем то обсудим вообще все что может быть и не все что может быть а просто вот новость которая тут есть black rush в своем видео спалили айби адрес сервер что уже как бы ну ужасно просто чертовщина полная зайти на сервер удалось пока клиента сам странно то что на сервере нет пароля а также банального запрета входа с пк сервер уже закрыли на пароль то есть зайти удалось и почему-то к большому вообще удивлению большим каким-то обще странностям во первых никто не писал о том что можно зайти на black rush у с телефона и вообще как это все делается какой и пишник в каком видосе они спалили мы опять можем видеть вот этот вот весь ретро лога и все вот эти вот остальные вещи то есть почему на крым п на телефон можно зайти с сам по то есть что это для чего это для кого я я не понимаю как как это вообще может работать то есть вы понимаете в к рмп в нем же свои скины свои вот какие-то модельки машин свои какие-то прочие вещи и тут ты заходишь сам по вообще то есть с абсолютно другой игры с абсолютно другого мультиплеера с абсолютно другого клиента я не понимаю как такое может происходить из тут есть какие-то у меня и не знаю программисты или еще какие-то люди которые от следят за всеми вот этими вот вещами и вы можете вообще сообщить почему так произошло пожалуйста расскажите мне потому что лично recurve Ну вот как, сервак, я там не знаю, сейчас топ-1 в GTA Крымп, и как на него можно зайти с сампа? Вообще, почему, почему это работает? Почему вообще такое возможно? Я не понимаю. Вот лично я всего этого не понимаю. Вы можете говорить, что там, что ты не понимаешь, все понятно, они там взяли что-то там. Сампа, вот это вот весь код у них, в общем-то, Black Rush, это как обычно там, ну, БРП вообще у них там, я не знаю, одни болты, вот это вот весь бред шизофреников. Ну, то есть, я не знаю, кто будет все это пересказывать. Я вот вам могу пообещать, что я вас забаню, потому что все вот эти вот бредни шизофреников, все вот эти вот остальные вещи, которые только могут писать, я не знаю вообще, что это такое. Почему-то тут даже вот лого, Black Rush, он старый, потому что сейчас лого, вы можете помнить, какой может быть так лого отображается, я не знаю, в GTA Сампе, когда с GTA Сампа заходишь. Вообще, как можно узнать IP вот этих вот всех серваков, если ты заходишь с лаунчером, тут пишешь, что с какого-то видоса все это сделали. И по итогу, я же новость-то вам не дочитал, апдейт, пишет Live Mobile, сервер уже закрыли на пароль, то есть все, уже зайти нельзя, однако IPшник остался у людей. Я думаю, что если опять-таки как-то это типа, ну сервак же закрыли на пароль, и как будут пускать тогда, что по паролю людей, что ли? То есть все равно это же все не закроешь, наверное, нужно менять опять-таки IPшника, чтобы пароль это уже, или чтобы там, не знаю, IPшник уже как-то не палился, чтобы там что-то вот это вот все прочее не делалось. То есть, ну как такое может быть? Топ-1 проект в GTA CRMP, вот такие вот вещи происходят. Мне кажется, что это как минимум очень странно, а как максимум это прям, ну вообще, я не знаю, как это может происходить. Однако, если вы все это знаете, разумеется, напишите в комментарии, я все это прочитаю, там, не знаю, обчитаю, обкатаю, все вообще будет. Поэтому пишите в комментарии, я все это посмотрю, прочитаю. А также BlackRush, сервак Indigo, на который нельзя зайти с ПК, или можно, я не знаю. А также мой никнейм Данила КПРФ, и также мой промокод хэштег ZDSF. Все есть там, заходите, смотрите, узнавайте, познавайте. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания, и всем, разумеется, пока. Субтитры сделал DimaTorzok